Коррупционный скандал в бывшей структуре Рустаме Эмамали. Борьба с исламом достигла таджикские школы. Новые правила обращения к президенту Рахмону. В антикоррупционном ведомстве, возглавляемом ранее сыном Рахмона Рустаме Эмамали, были обнаружены массовые хищения государственного имущества. В связи с этим около 17 сотрудников структуры были арестованы, причем среди задержанных числится и бывший заместитель Рустаме Эмамали. Задержанным вменяется в вину хищение госимущества при строительстве медицинского центра Истеклол. Нынешний глава антикоррупционного ведомства Сулеймон Султан Зода отказался прокомментировать коррупционный скандал, сославшись на засекреченность информации. По последней информации, аресты подозреваемых продолжаются до сих пор. Несколько сотрудников ведомства объявлены в розыск. Отметим, что хищения были совершены еще в период, когда главой ведомства являлся Рустаме Эмамали. Примечательно, что уголовное преследование коррупционеров в низшем звене власти осуществляется режимом Рахмона совершенно не из искренней заботы о государственном имуществе, а лишь для создания видимости борьбы с коррупцией. Ведь ни для кого не секрет, что главным коррупционером в стране является сам президент Эмамали Рахмон, который озолотил свой клан за счет достояния народа Таджикистана. Таджикистане власти вновь обеспокоились гражданами, находящимися в трудовой миграции в России. Так, в селении Чаркух в Сагдийской области сотрудники милиции провели в общеобразовательной школе профилактические мероприятия с целью выяснения факта причастности трудовых мигрантов к каким-либо исламским движениям. Об этом сообщил BBC заместитель директора одной из средних школ селения. Сотрудники органов расспрашивали учеников 5-11 классов о том, кем работают и чем занимаются их родители. В основном речь шла об отцах и старших братьях. Если выяснилось, что родные находятся в эмиграции, то детей просили позвонить родственникам, предоставить сведения о телефонных контактах людей и рассказать им об опасности присоединения к экстремистам, сообщил он. Как выяснилось, Министерство образования вместе с силовиками в штатном режиме занимается так называемой профилактикой экстремизма и терроризма, которая, как правило, сводится к обыкновенной антиисламской пропаганде. Во всех учебных заведениях страны есть обязательные воспитательные часы, на которых классные руководители и кураторы объясняют школьникам и студентам опасность терроризма. С ними повсеместно проводятся профилактические работы с участием представителей МВД, сообщил пресс-секретарь Министерства образования Эхсон Хушвахтов. Правительство Таджикистана обязало журналистов государственных СМИ при упоминании президента в своих материалах перечислять все его титулы в следующем формате. Основоположник мира и национального единства – лидер нации. Об этом сообщает радио Азади со ссылкой на одного журналиста-сотрудника правительственного издания. По словам журналиста, раньше в публикациях допускалось упоминание лишь одного из видов обращений, связанных именем президента, например, использовать Джанаби Оли, либо лидер нации. Однако, согласно новым правилам, журналисты обязаны каждый раз перечислять все имеющиеся титулы Рахмона. Продолжение следует...